Друзья, приближается сезон охоты и рыбалки, поэтому на сайте клёвоярыбалка.рф Успевайте заказать себе охотничий нож или для рыбалки, вижу, я на чем вдвоем поймали, он поймал и я поймал, оба мы поймали, оба мы рыбаки, оба мы поймали. Сначала говорю, Яныч пускай вытаскивает, потом я вытащу, рыба пока устанет к тому времени. На, спинцет, хороший вообще, неплохой такой поймался. Че? Подождем. Пустая. Ты по лбу ему дай, да и все. Друзья, с утра начинаем рыбалку, сегодня пораньше проснулись даже для этого специальное занятие. Вот. Вчера совсем слабо клевала под вечер, перестала клевать. Поэтому сегодня вот надеемся, что сегодня будет новый день, друг по-другому будет все клевать. А будет ли она клевать вообще, это неизвестно. Сегодня мы это и узнаем. В данный момент попался вот такой вот красавчик. Ханаварь Пинцет. Ханаварь Пинцет. Яныч глаз постоянно забирает у них. Вот так вот начинается сегодняшняя наша рыбалка. Вот такая вот блесенка, вертухайка сработала. С утра опять начинается ветерочек. Вчера весь день ветер дул. Очень мешал рыбачить, конечно. Ну что сделаешь. Такой уж. Такой уж день вчера был. Солнце за тучей зашло. Ага, кто-то поклевывает, пытается клевануть. Плывет вон. Подплыл и выплыл, смотри-ка. Непорядок какой-то. Взялся, взялся. Но сегодня уже поинтереснее, да, чем вчера вечером. Солнце зашло. Ну-ка, сегодня. Ну, как раз. Третья тучу. Ох, ты толстый какой, а. Какой-то толстый, а. Третья тучу на коем. фидик туранда очень хороший а вообще красавчики попадает вообще хороший такие у нас приветствуется он он Нонку Ту-мия караок ту-ви-хетты Мея дана Субтитры сделал DimaTorzok 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 есть он у это кто-то мешонок ёпас мать у я у меня там вообще тонкая же маленький крючок и этот на ультралайт ребята таймень взял таймешонок сейчас плетенку мои отрежет наверно у о все вообще отрезал нах вообще хорош такой на все до свидания а 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 арх а а а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мешок большой, не толкайтесь... Против течения... Продолжение следует... Стоят... Приходится их... Выпрашивать... Сошел что ли? Точно сошел... Хорошего взял... Поздравляем... Очень хорошего взял... С форватера... Мы сейчас тоже форватер закинем... На форватер... Переехали на другое место... Опять... Свал... Свал... Свальный свал... Ага... Есть... Хороший... Хороший... Опа... Стоять... Переборщил... Переборщил... Опа... Опа... Переборщил... Но... Вообще... Хорошо взял... Не сошел бы... Ага... Что такое? Разборщил... Угу... У меня зацепь пару... Ага... Оцепляйся... Оцепляйся давай... так давненько не было сюжета про засолку рыбы сейчас это будем исправлять засолим сейчас сигов наших собственно покажем как засаливается здесь у нас не в некоторое количество себя есть взяли говорю я на чем только что он сейчас будет там у себя засаливать я у себя вот здесь давайте возьмем отсюда более мясистые парочку штук солить будем крупной солью вот она стоит в бочку бочка стоит вон там под деревом вот две рыбы собственно засолка происходит довольно просто все очень элементарно просто отрезаем голову рыбе спарываем внутренности достаем вот теперь промываем вот кровь внутри которая скапливается для этого ложечкой вот так вот делаем надрыв пленочки и легким взмахом смахиваем кровь стечается для того чтобы рыба у нас не подпортилась вся вот эта кровяка и тому подобное начинает самым первым портится и поэтому да и некрасиво это эстетически вот так вот марать рыбу сейчас это промоем в воде в воде вот здесь вот такой важный момент один я промываю рыбу до разрезания потому что пока у нее есть защитная вот это вот оболочка вода туда не попадает тому подобные вообще как бы сик очень мягкая рыба поэтому чуть подольше она пролежит и она уже начинает разваливаться чтобы это не допускать и надо сразу как выловили через некоторое время солить долго нельзя держать когда мясо будет плотно и вот твердая и чистое собственно все сейчас я его буду солить давайте пока сразу не чем туда нам понадобится наш бочонок который довольно таки уже увесистый начинает вставать увесистый открываем посмотрите вот как солится все это дело сейчас вот так вот накинем собственно присолим и с этим тоже так же справка я а внутренности так маленько внутри сделаю с этой стороны вот сюда с этой туда это все вот и все а и 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 ну вот так вот быстренько засолили сига сейчас у нас обед сама посолка здесь произошла в бычке еще не доставилась вот она сейчас за соль берем отсюда шоль побольше не жалеем вот потому что не посолим вот так все это выглядит теперь обвязать все это нужно главное чтобы мухи вот такая веревка есть веревка такая надеваем кольцо потом вставляем сюда кольцо стягиваем вот смотрите стягиваем кольцо обязательно несколько раз нужно обернуть бочку потому что муха очень профильная осекомая как говорится в любую дыру пролезет поэтому чем больше раз вы обернете тем надежнее будет ваша бочка как говорится проникновение защищена двойнюю бантика чтобы не развязалась все достаточно теперь ничего никто не проникнет в вашу бочку унесем ее туда и поставим сейчас так здесь у нас сейчас разогреем мы гречечку поедим потом поедем порыбачим наверно проверим рыбу если есть хорошо если нету то плохо если рыбы нету то мы поедем домой наверно в общем рыбалка у нас прошла так скажем я доволен в такую мутную воду не каждый осмелится рыбачить рыбалка считаем что было трудовой потому что столько очень очень много взмахов сделано удилищем если все думают что тут просто взял у нас вот кинул и поймал то глубоко заблуждаетесь друзья такого не бывает наверно в ваших фантазиях только такое может быть вот ну а так в принципе в целом довольны отдохнули как говорится набрали сил первый спиннинг и все такое тому подобное вот главное не результат процесс для нас неплохо мы порыбачили отдохнули можно было и купаться конечно кто любит купание но мы не из таких лагерь не наш друзья весь этот мусор оставляют местные ребята мы тут еще попытались по сжигать кое-что поэтому убедительная просьба вот так пожалуйста не мусорить и и